Продолжение следует... 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 Если ваш IQ равен 132, я вас могу поздравить, вы гений. В течение дня человеческий мозг порождает примерно 70 тысяч мыслей. Ткань нашего мозга, если рассматривать ее под микроскопом, по цвету и по структуре напоминает сахарную вату. Наша центральная нервная система, получая информацию, 99% этой информации отбрасывает. То есть 99% информации, которая идет от органов чувств, она отбрасывается только с той целью, чтобы наш мозг не беспокоить ненужной информацией и несущественными деталями. Наш мозг использует кислородов в 10 раз больше, чем все остальные органы тела вместе взятые. Но мы с вами, имея хорошо развитый мозг по сравнению с другими представителями царства животных, используем его всего примерно в 15% его возможностей. Каждый день для работы мы используем 7 миллионов клеток мозга. Для того, чтобы просто распознавать геометрические фигуры, например, круг, квадрат или треугольник, наш мозг должен задействовать 25 миллионов нервных клеток. Наш мозг способен хранить огромное количество информации. Так он может сохранять 10 триллионов байт информации. Достаточно нам понимать лишь 70% того, что мы слышим. Все, что мы не услышали, дополнит наш мозг. Многие люди разговаривают сами с собой. Ну, не пугайтесь. Подобные беседы предполагают очень высокий уровень развития интеллекта. И так человек, разговаривая с собой, вслух учится тому, о чем он говорит. Левая сторона нашего мозга ответственна за выбор слов, а правая за тон голоса. Левая сторона мозга, это, у кого развито левое полушарие, это люди, которых можно назвать интеллектуалами. Те, у кого хорошо развито правое полушарие, это художники. И, наконец, если с нашим разумом ничего не произошло до 70 лет, то, скорее всего, и дальше с ним будет все в порядке. Ну, вот на этой оптимистичной ноте мы начнем с вами нашу работу. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это о функциях нервной системы. Совсем недавно в работах ЕГЭ был именно этот вопрос, но многие выпускники почему-то стали описывать функции нейрона или функции нервной ткани. Я обращаю ваше внимание, что речь идет о всей системе, которая представлена головным и спинным мозгом, а также отходящими нервами. И сюда же можно включить еще и анализаторы, и высшую нервную деятельность. Поэтому функции нервной системы именно таковы. Это объединение всех органов и систем организма, это согласованная работа этих органов и систем, обязательная связь организма с внешней средой, получение информации, а также реакции на эту информацию. Ну и конечно же нервная система является основой психической деятельности человека, его речи и мышления. А вот дальше мы говорим о том, какие структурные компоненты входят в нервную систему. Ну во-первых, она представлена центральной нервной системой ЦНС и периферической нервной системой ПНС. Центральная нервная система, она состоит из головного и спинного мозга, периферическая, представлена нервами и нервными узлами, которые еще по-другому называют ганглии. Нервы и нервные узлы могут быть сенсорными или чувствительными и двигательными. Двигательные нервы обеспечивают работу двух систем, соматической и вегетативной, или второе название у нее, автономная. В свою очередь вегетативная нервная система представлена двумя отделами, это симпатическим и парасимпатическим. Но о каждом из этих отделов мы поговорим более детально позже. Я хочу напомнить, что если у вас возникают какие-то вопросы ко мне по ходу нашего разговора, вы можете писать в чате и мне будут просто их передавать. Мы тогда будем приостанавливаться и отвечать на вопросы. Надеюсь, пока все в порядке, вопросов у нас нет. Итак, нервная система представлена нервной тканью. Я напомню, что по определению ткани это группа клеток и межклеточного вещества. Соответственно, эти клетки имеют определенную структуру, строение и выполняют определенные функции. Так вот, клетками нервной ткани являются нейроны. Но больше в 10 раз, чем нейронов, есть и межклеточное вещество. Это так называемые клетки-спутники или по-другому нейроглия. Нейроглия – это термин от греческого нейрон, соответственно, нейрон жила. И глия – это клей. То есть это межклеточное вещество. Клетки нейроглии выполняют защитную функцию, опорную функцию и трофическую функцию для самих нейронов. Каждый нейрон представлен телом и отростками. Отростки бывают двух видов – дендриты и аксоны. Теперь непосредственно перейдем к характеристике этих отростков. Дендриты – это отростки, которые являются короткими. Их, как правило, очень много у нейрона. Они ветвятся и являются такими толстыми отростками. Они переносят информацию, приносят информацию, нервные импульсы к телу нейрона. Аксон, как правило, длинный отросток, он один. Он не ветвится, либо он может ветвиться только на конце. Аксоны передают информацию либо к рабочим органам, либо к другим нейронам. Вернусь к нейронам и клеткам-спутникам. Клетки-спутники, я сказала, выполняют три функции. Опору, защиту, питание или трофическую функцию для нейронов. Сами нейроны, нервные клетки, они осуществляют связь организма с внешней средой. Они между собой объединяют органы и системы. И также регулируют работу. Нервная ткань обладает такими свойствами, как возбудимость и проводимость. Еще раз о строении нейрона. Но вот здесь бы я хотела на этой схеме обратить ваше внимание больше на строение аксона. Как видите, аксон это длинный отросток, который покрыт мейлиновой оболочкой. Но мейлиновая оболочка, она не сплошная. То есть есть такие голые участки, которые называются перехваты ранвье. Информация передается, нервный импульс, именно по аксонам. Но передается не внутри аксона, как скажем это в электрическом проводе с изоляцией. А передается информация, я сейчас стрелочкой покажу, она вот так перескакивает с головы участка на голый участок. Таким образом, скорость передачи информации увеличивается в десятки раз. Ну, одно из предположений, почему могли вымирать динозавры, почему они не смогли конкурировать с млекопитающими, у которого именно такое строение нервной системы. Дело в том, что у них не было мейлиновой оболочки, и нервный импульс передавался внутри аксона довольно долго. Мейлиновая оболочка обеспечивает быструю передачу. Нейроны могут быть по функциям разные. Могут быть нейроны чувствительные, те, которые передают импульсы от органов чувств непосредственно в спину или в головной мозг. Есть нейроны двигательные, те, которые передают импульсы, наоборот, от спинного и головного мозга к различным мышцам, либо внутренним органам, так называемым рабочим органам. И внутри, в пределах центральной нервной системы, находятся еще вставочные нейроны. Они осуществляют как раз таки связь между чувствительными и двигательными. Соответственно, вещество мозга серое и белое, так вот серое вещество мозга образовано телами нейронов и дендритами, не имеет никакого покрытия. А вот аксоны, покрытые миелиновой оболочкой, как раз таки формируют белое вещество головного мозга. Как же работает нервная система? Ну, с 7 класса нам известно, с 7, может быть, кто-то раньше знакомился с таким понятием, как рефлекс. Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение, внешние или внутренние раздражители. И ответная реакция осуществляется нервной системой. Самый примитивный рефлекс, с которым мы знакомились, на примере передачи раздражения у гидры. Так я смогу включить? Да, смогу, чтобы мы могли посмотреть с вами. У гидры самая примитивная нервная система. Ее называют нервной системой диффузного типа. Нервные клетки располагаются в эктодерме, соединяются между собой отростками. Но вот если иголочкой прикоснуться к телу гидры, то мы увидим вот такую ответную реакцию. То есть тело укорачивается, становится толще. Вот таким образом с помощью рефлекса можно устанавливать взаимодействие различных систем организма. В данном случае сработали кожно-мускульные клетки, внутри которых есть мышечное волокно, и оно сократилось. Организм с помощью различных рефлексов приспосабливается к условиям внешней среды, очень быстро меняющимся условиям. И благодаря такой рефлекторной деятельности нашей нервной системы мы очень быстро можем реагировать на воздействие внешней и внутренней среды. Теперь мы с вами познакомимся, как же устроено у нас... Так, сейчас вот это надо мне закрыть. Всё, закрыла. Так, поехали дальше. Итак, рефлекторная дуга. Рефлекторная дуга представлена пятью компонентами. Это рецепторы, которые находятся на периферии и собирают информацию из внешней среды. Дальше эта информация передаётся по чувствительному нейрону. У него ещё название – это нейрон афферентный или центростремительный. Это всё синонимы. Эта информация поступает в пределы центральной нервной системы. Там находятся вставочные нейроны, которые называются ассоциативные или переключательные. Эти вставочные нейроны обеспечивают связь между чувствительными и двигательными нейронами. И затем информация, которая поступив из внешней среды, обработалась, и организм решил, какая должна быть ответная реакция, вот тогда вставочный нейрон передаёт эту информацию двигательному нейрону, или у него ещё есть название – эфферентный или центробежный. А двигательный нейрон уже нервные импульсы передаёт к рабочему органу или к исполнительному органу, и таким образом осуществляется ответная реакция. Ну, мы сейчас с вами попробуем посмотреть такой небольшой анимированный фрагмент, где можно увидеть, как же происходит передача информации. Итак, вот эта зелёная часть у нас – это рецептор, который получает информацию по чувствительному нейрону передаёт во вставочный, а дальше по двигательному нейрону к рабочему органу. Если вы, ну, сталкивался, наверное, хоть кто-нибудь раз в своей жизни, что он мог обжечься о горячий утюг или какой-то раскалённый предмет, там, кастрюлю, сковородку. Что происходит? Рецепторы кожи в руке воспринимают болевое раздражение, и эта информация по чувствительному нейрону передаётся в спинной мозг. Дальше по вставочному нейрону осуществляется связь с двигательным или исполнительным нейроном, и происходит сгибание руки в локтевом суставе, срабатывает бицепс, двуглавая мышца плеча. Вот таким образом осуществляется ответная реакция организма. Это защитная реакция. Ну, можно ещё вот так представить, рефлекторную дугу. Если на предыдущем слайде там были компоненты, просто как они, структурные компоненты, как они называются, а теперь вот вы можете увидеть, как функционирует рефлекторная дуга. Происходит восприятие раздражения с помощью рецептора, дальше соединение рецептора с центральной именной системой, а затем соединение чувствительного с двигательным нейроном, передача сигнала к рабочему органу и, собственно говоря, тот орган, который будет отвечать на раздражение. Но не совсем правильно говорить о том, что это рефлекторная дуга. Скорее всего, больше нужно говорить о рефлекторном кольце. Сейчас вот вы на слайде видите схему, которая может оказаться в работе ЕГЭ, ОГЭ. То есть вот я вам сейчас информацию пытаюсь представить в разных видах, чтобы, ну, что называется, глаз не замырвался, чтобы вы могли узнавать и схематично, и с какими-то рисунками, с анимациями, представлять, как работает эта система. Но почему нельзя говорить, что это дуга? Ну, вспомните, наверняка каждому из нас хоть раз в жизни попадала в глаз соринка. Как мы на это реагируем? Мы начинаем интенсивно моргать. Глаза моргают, текут слезы, но это продолжается не бесконечно, а лишь только до тех пор, пока мы не избавимся от соринки в глазу, пока соринка не перестанет мешать. Если не помогает моргание и выделение слюны, то мы тогда прибегаем к помощи рук. Ну, пытаемся промыть глаза, может быть, кто-то закапать, может быть, взять чистый платок носовой, чтобы эту соринку уналить. Вывод напрашивается такой, что вот этот рефлекторный акт, он не заканчивается только ответной реакцией. В данном случае ответная реакция это моргание и выделение слезной жидкости. на раздражение. В рабочем органе всегда есть рецепторы, которые тоже чувствительные и которые могут передавать ответную реакцию в центральную нервную систему, то есть возникает, так называемая, обратная связь. Это необходимо для того, чтобы регулировать работу, то есть правильно была ли сформулирована эта ответная реакция, правильно ли нервная система среагировала на это внешнее раздражение, удалось ли убрать причину, которая привела в раздражение, скажем, болевые рецепторы или рецепторы того же глаза. То есть вот возникновение обратной связи и будет давать нам возможность говорить не о рефлекторной дуге, а о рефлекторном кольце. То есть, чтобы деятельность организма была до конца координированной, чтобы были не только прямые связи, но и срабатывали обратные, от мозга к рабочему органу передавалась информация, а также от рабочего органа обратно в мозг, это информация, которая будет сигналом о правильности принятия решений, поэтому мы и говорим, что не рефлекторная дуга, а рефлекторная цепь или рефлекторное кольцо. Есть вопросы у нас по этой части? Вопросов нет. Ну вот есть еще такой структурный компонент, это синус, это компонент, который осуществляет связь между клетками. И уровень развития интеллекта человека, в общем-то, зависит не от количества извилин в головном мозге, неправильно ругать человека, который не блещет интеллектом, что у него там извилины какие-то неправильные прямые, или их мало. Дело в том, что вот интеллектуальные способности, возможности нашего мозга, они обеспечиваются скоростью передачи информации. А синапсы – это места контактов между клетками. И чем больше синапсов, тем быстрее передается информация, тем быстрее мы можем что-то вспомнить, либо наоборот спрятать в закрома нашей памяти, а потом использовать эту информацию. Синапс – это структура, которая формируется в месте контакта между нейронами, двумя клетками, либо между нейроном и рабочим органом. Ну, можно вот так представить синапс, его функционирование. Электрический импульс, проходя по аксону одного нейрона, достигает места контакта, ну, это небольшое такое, так называемое синаптическое щель. С помощью нейромедиатора это особое вещество, которое передает этот импульс на следующую нервную клетку, либо на рабочий орган. Вот так можно еще схематично представить синапс. Аксон заканчивается вот таким расширением, внутри которого огромное количество метокондрий, потому что они именно продуцируют АТФ как источник энергии. Кроме этого, в этом расширении формируется большое количество синаптических пузырьков. Внутри этих синаптических пузырьков находится биологически активное вещество, которое может работать либо по принципу возбуждения, либо по принципу торможения, потому что нервная система именно так у нас и работает. При достижении электрического импульса, нервного импульса, вот этого расширения, так называемой пресинаптической мембраны, из этого расширения выходят синаптические пузырьки, они лопаются, и медиатор на вещество активное будет воздействовать на постсинаптическую мембрану, в которой имеется гликокаликс, и таким образом идет восприятие информации, то есть электрический сигнал, затем химический сигнал и снова электрический. Синапсы могут делиться, как классифицировать их можно на группы, как по характеру воздействия, возбуждающие и тормозные, так и по месту расположения, то есть между какими частями или структурами нервной системы располагаются синапти. Ну и также по способу передачи информации они делятся на химические, электрические и смешанные. Химические, сейчас они вот здесь на схеме показаны под буквой А, и мы только что с вами рассматривали, могут быть как возбуждающими, так и тормозными. Электрические представлены на рисунке ВМ. Такие бывают только возбуждающими, встречаются они крайне редко, у них отсутствуют синаптические пузырьки, вот, и импульс может передаваться в обоих направлениях, в отличие от химических. Иногда бывают смешанные, синапсы, которые сочетают в себе и электрический, и передачу химического сигнала. В качестве медиатора могут выступать различные вещества. Например, в возбуждающих химических синапсах медиатором является либо ацетилхолин, либо норадреналин. К тормозным медиаторам относятся дофамин, глицин и гамма-аминомасляная кислота. По синапсам есть вопросы? Нет вопросов. Ну, теперь мы переходим к строению самой нервной системы. И сначала это структурный компонент центральной нервной системы, спинной мозг, который располагается в спинномозговом канале, образованном отверстиями позвонков. Это тяж, который может достигать длины от 40 до 45 сантиметров. Его диаметр или толщина около 1 сантиметра. Повторить медиаторы. Просто хорошо повторил. Итак, медиаторы, которые возбуждающие, это ацетилхолин и норадреналин. И медиаторы тормозные. Дофамин, дофамин, глицин и гамма-аминомасляная кислота. Надеюсь, успели записать. Ну, вы не волнуйтесь. Во-первых, вы сможете скачать потом запись вебинара, которая будет сегодня или завтра размещена на сайте. Вы сможете скачать презентацию. Ну, в презентации про... Сейчас вот на этих слайдах не было, про медиаторы. Но, во всяком случае, в записи я об этом говорила. Можно будет ее прокрутить. Итак, я возвращаюсь к спинному мозгу, который представлен сегментами. Сегмент – это участок спинного мозга, от которого отходит одна пара спинномозговых нервов. Так вот, спинномозги выделяю 31 сегмент. Спинномозговые нервы, они смешаны. Они образованы передними двигательными корешками и задними чувствительными корешками. Таким образом, всего от спинного мозга отходит 31 пара смешанных спинномозговых нервов. В центре, вы видите, находится серое вещество. Оно напоминает по форме бабочку. Внутри есть спинномозговой канал, в котором находится ликвар или спинномозговая жидкость, которая выполняет защитную функцию поддержания давления определенного. Ну и, конечно же, защищает спинный мозг, нервные клетки, как и головную, от воздействия микроорганизмов и так далее. Так. Ну вот здесь тоже хорошо видны задние корешки спинномозговых нервов, передние корешки. Передние, я напомню, чувствительные, задние, двигательные. Таким образом, спинномозговой нерв будет смешанной. Мозг выполняет две функции основные. Это проводниковая, то есть это проведение импульсов из одного отдела в другой. Это проведение нервных импульсов из отделов головного мозга к органам и обратно. И, конечно же, это рефлекторная деятельность. То есть в каждом отделе замыкаются определенные дуги рефлексов безусловных, либо формируются дуги условных рефлексов. Поэтому вот две основные функции, характерные для спинного мозга. Он выполняет проводниковую функцию и рефлекторную. Но вот здесь можно говорить о том, что каждый отдел спинного мозга внутри этих отделов или сегментов замыкаются дуги различных рефлексов. И вот сейчас вы на слайде видите, что, например, сегменты шейного и грудного отдела позвоночника. Здесь находятся центры рефлексов потоотделения, расширения зрачков, движения диафрагмы. Здесь находятся нейроны симпатической нервной системы. Это отдел вегетативной нервной системы. В целом отделе замыкаются дуги других безусловных рефлексов. И все, без исключения, сегменты спинного мозга содержат, естественно, двигательные рефлексы. То есть, это обеспечение работы скелетных мышц и определенных участков кожи. То есть, при повреждении спинного мозга возможно потери двигательной активности, ну не сразу всего организма, да, вот каких-то участков, частей тела, органов. Так, далее головной мозг. Головной мозг представлен несколькими отделами. И когда вы скачаете информацию, презентацию, то вы сможете воспользоваться вот этим, вот этой анимированной, интерактивной схемой, где можно будет показывать все отделы, где можно будет использовать режим подсказки, то есть, подсвечивается только определенный отдел и появляется о нем информация. Можно спрятать все и себя контролировать с помощью тестового варианта. То есть, вот здесь нужно будет распределить, что это такое, затем нажать кнопку готово. Ну, мы с вами сейчас так играть не будем, а вот воспользуемся следующим моментом. Итак, головной мозг включает в себя пять отделов. Придолговатый задний, средний, промежуточный и передний мозг. Каждый отдел имеет свое строение, особенности строения и выполняет определенные функции. Все без исключения выполняют проводниковую и рефлекторную функцию. Но сейчас более детально. Продолговатый мозг, который является продолжением спинного мозга, по сути дела повторяет его строение и проводит импульсы нервные спинного мозга выше лежащие отделы центральной нервной системы и обратно. Но вот в продолговатом мозге находятся, замыкаются дуги жизненно важных рефлексов. Это работа сердечно-сосудистой системы, тонус сосудов, здесь находится дыхательный центр, центр слюноотделения, то есть обеспечение пищеварительных безусловных рефлексов, секреция желудочного сока, глотание, сосание. и находятся центры защитных рефлексов чихания, кашля, моргания и рвоты. При повреждении шейного отдела позвоночника возможна мгновенная смерть человека, потому что могут быть повреждены вот эти жизненно важные центры. Задний мозг представлен мостом, воролевым мостом и мозжечком. Можжечок состоит из двух полушариков, которые соединены червем между собой. Эти полушария покрыты серым веществом, которое принято называть корой. Можжечок имеет извилины. Опять-таки он выполняет проводниковую функцию и импульсы из продолговатого мозга направляются в выше лежащее отдело и обратно. Задний мозг обеспечивает координацию сложных движений. Задний мозг обеспечивает равновесие тела, поддержание позы. Наши мышцы находятся в тонусе, то есть у нас не падает голова, мы не разваливаемся, мы можем поддерживать свою позу, так как какие-то мышцы сокращаются в этот момент, какие-то наоборот расслабляются. И задний мозг, в частности мост, он регулирует вегетативные функции, состав крови, сосудистые рефлексы и движения глазных яблок. Следующий отдел это средний мозг, который представлен ножками мозга и четверохолмами. Проводниковая функция заключается в том, что от заднего мозга к промежуточному и коре больших полушарий к спинному и продолговатому здесь как раз таки проводятся импульсы нервы. Средний мозг отвечает за такие функции, его рефлекторная деятельность связана с поддержанием позы, иннервацией мышц глаза и здесь находятся подкорковые центры зрения и слуха. Помните, я вам сказала в начале, что 99% информации, которую мы получаем от органов чувств, она отметается для того, чтобы не беспокоить мозг ненужными деталями. Так вот подкорковые центры зрения и слуха находятся именно в среднем мозге и здесь замыкаются ориентировочные рефлексы, то есть тут определяется важность информации. Стоит ли ее дальше проводить или можно каким-то образом на этом этапе с этой информацией справиться и дать ответную реакцию. Так, вопросов нет? Вопросов нет. Промежуточный мозг, но это отдел, который представлен во-первых железами внутренней секреции пифизом и гипофизом состоит из таламуса, гипоталамуса и осуществляет тоже две функции проводниковую и рефлекторную. Проводниковая заключается в том, что информация передается от продолговатого среднего мозга к большим полушариям и обратно. А рефлекторная заключается в том, что промежуточный мозг, в частности гипоталамус, является высшим центром вегетативной нервной системы. Здесь находится центр голода и насыщения, центр удовольствия, жажды, центр боли. гипоталамус продуцирует нейрогормоны, то есть это гормоны, биологически активные вещества, которые продуцируются нервными клетками. Гипоталамус, вырабатывая нейрогормоны, влияет на работу гипофиза, а тот, в свою очередь, регулирует работу желез внутренней секреции. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. таламус это высший подкорковый центр всех видов чувствительности, кроме обоняния, вкуса и слуха. В таламусе находится центр сна и бодрствования, также центры эмоций положительных и отрицательных, и таламус еще обеспечивает психическую деятельность. Ну и наконец передний или конечный мозг, который состоит из больших полушарий, соединенных между собой мозолистым телом. Передний мозг покрыт корой, которая включает в себя около 14 миллиардов нейронов, и ее толщина может достигать 4,5 миллиметра. Основная проводниковая функция это связь полушарий со всеми отделами головного и спинного мозга, и рефлекторная заключается в том, что в коре замыкаются дуги как безусловных, так и условных рефлексов. Здесь находятся центральные части, центральное отдело анализаторов слухового, зрительного, кожномышленной чувствительности, обонятельного, осязательного. А большие полушария являются основным органом психической деятельности, обеспечивают сложное поведение человека, я бы даже сказала культуру поведения человека. Вторую сигнальную систему представляет, а вторая сигнальная система это речи мышления человека. Передний мозг является органом хранения, приобретения, накопления жизненного опыта. Да, и конечно же контролирует работу всех органов и систем и обеспечивает связь с внешней средой. Так, что касается коры больших полушарий, то кора больших полушарий имеет так называемые ассоциативные зоны или поля ассоциативные, которые отличаются по строению функций. Итак, затылочная зона, височная зона, теменная, и лобная. В каждой из этих зон находятся свои ассоциативные поля и мы сейчас попытаемся не получать. Ладно, будем двигаться дальше вот таким образом. Здесь на слайде представлены зоны чувствительности и те доли коры, в которых находятся вот эти высшие центры, центральное отдел этих анализаторов. Итак, затылочная доля коры это зрительная чувствительность, височной находится слуховая, вкусовая и обонятельная, теменная зона доля коры это зоны кожно-мышечной чувствительности и двигательной, лобная отвечает у нас за речь именно способность писать и говорить. А вот височная там находятся центры, которые отвечают за восприятие устной и письменной речи. теперь разговор пойдет о периферической нервной системе, и мы вначале говорили с вами о том, что она представлена соматической и вегетативной нервной системами. Соматическая нервная система обеспечивает работу скелетных мышц, сухожилий, суставов. Она всегда контролируется сознанием, то есть если мы хотим, то мы передвигаемся, мы танцуем, мы бегаем, мы сидим, лежим и так далее. Центры, которые управляют этим отделом, они находятся в коре больших полушарий. На всем протяжении аксонов имеется милиновая оболочка и двигательные нервные узлы располагаются в стволе головного мозга. Я напомню, ствол это средний мозг и продолговатый мозг. Высокая скорость передачи информации, а также двигательные нервные центры располагаются в передних рогах спинного мозга. Что касается вегетативной нервности, она регулирует работу гладкой мускулатуры мышечной, работы желез, работа внутренних органов и сердца. Она не может контролироваться сознанием, ядра находятся в спинном мозге стволей в промежуточном, в боковых рогах спинного мозга находятся двигательные центры, скорость проведения нервных импульсов довольно низкая, миелиновая оболочка имеется частично, то есть имеется второй узел, который находится за пределами центральной нервной системы и до второго узла есть миелиновая оболочка, а дальше она отсутствует. Что касается вегетативной нервной системы, то она представлена двумя отделами, это отдел симпатический и парасимпатический. Можно очень долго говорить о тех параметрах, которые вы сейчас видите на экране, все это в принципе при большом желании можно выучить, но очень часто нужно применять знания о том, как работает симпатический и парасимпатический отдел. И вот здесь нам с вами поможет ну такой метод прием мневотехники, с помощью которого мы с вами очень быстро можем запомнить, какие системы и органы, работа каких систем и органов отдел вегетативной нервной системы усиливает, а какой тормозит. Для этого я предлагаю воспользоваться вот этой табличкой, теперь смотрите, что нам нужно запомнить. ну то, что симпатический отдел начинается с буквы С, мы запоминаем. Мы с вами запоминаем, что это нервная система, которая работает в состоянии стресса, когда нам страшно, опять все на С, ну момент опасности, когда я всегда говорю своим ученикам, вот представьте, сейчас в кабинет зайдет дядька с автоматом, заработает симпатическая нервная система, надо будет спасаться, и чтобы убежать от опасности, ну кто-то конечно может упасть в обморок, отключиться, и так далее, жачего не пить, но в основном мы пытаемся спастись очень активно, то есть надо убежать, не можешь ты отдать отпор, поэтому надо убежать, чтобы убежать, должны работать хорошо мышцы, для их работы необходим приток крови, которая принесет питательные вещества, энергию, кислород, для окисления этих питательных веществ и получения энергии, вот эту ситуацию каждый из вас мог себе представить, и как мультик там в образах разных нарисовать, кто-то в виде комиксов, кто-то в виде страшилок, кому как удобно, но вот теперь посмотрите, для того, чтобы сработали все системы, чтобы обеспечить кровоток, нужно усилить работу сердечно-сосудистой системы, она опять у нас на букву нужно усилить сокращение сердечное, суживаются сосуды, и это приводит к повышению давления, то есть кровь под давлением будет быстрее двигаться, усиливается секреция потовых желез, потому что при физической нагрузке идет выработка тепла, чтобы не было перегрева, организм надо охладить, ну и конечно повышается уровень сахара в крови, а потому что глюкоза это единственный источник энергии, я надеюсь, что вот этот мультик у вас теперь есть в вашем воображении, и вы теперь запросто сможете отвечать на вопросы, работу каких систем усиливает симпатическая нервная система, сердечно-сосудистая, дыхательная система, обменные процессы, идет стимуляция вот этих органов. Так, вот все, опасность миновала, мы убежали, дядки нету, все, опасность миновала, надо возвращаться в привычное русло, наступает состояние покоя, и тут работает парасимпатическая нервная система. Теперь все на П. Теперь должно произойти понижение функций, то есть восстановление их работает до нормы, не совсем они там будут в анабиоз подать, они должны вернуться в физиологическую норму, поэтому понижаются функции сердечно-сосудистой системы, снижается потребность кислородия, уже не надо никуда бежать, идет понижение артериального давления за счет того, что сосуды расширяются, но вот здесь просыпается пищеварительная система, до этого она молчала, потому что в момент опасности никто из нас не будет думать, где бы взять бутерброд или плитку из шоколада, а вот когда опасность миновала, энергия потрачена, ее же надо восстановить, вот тогда может у некоторых просыпаться зверский аппетит, поэтому можно объяснить, что многие люди свои стрессы заедают, вот здесь нужно работать над собой, бороться со стрессами, но не через усиленное потребление сладостей после стресса, я надеюсь, что эта табличка вам поможет, все симпатическое все на S, усиление, сердечно-сосудистая система, содержание сахара повышается, суживаются сосуды, все на S, а когда наступает покой, отбой, то работает пара симпатическая, тут все на P, тут главное на первое место выходит пищеварительная система, которая усиливает свою работу. Но можно это представлять и вот таким образом, информацию, в принципе можно говорить о том, что общее действие симпатической нервной системы возбуждающее, хотя не все системы приводят в такое повышенное состояние, а парасимпатическое и ее общее действие это тормозящее. Одна работает в состоянии стресса, страха, опасности, другая в состоянии покоя и так далее. Вот здесь обратите внимание, как раз таки есть медиаторы, которые в симпатической нервной системе будут работать норадреналин, а ацетилхолин будет работать в парасимпатической нервной системе. Но можно эту информацию представлять еще и по-другому. Сейчас я покажу. Здесь вот вы сейчас на схеме видите расположение симпатической и парасимпатической центров, узлов. Обращу ваше внимание, что симпатические гангли находятся в самих органах и за пределами центральной нервной системы, а парасимпатика находится в пределах центральной нервной системы и вблизи различных органов. Но может быть кому-то поможет еще вот эта картинка. Хотя мне кажется, что она несколько перегружена информацией. Вот там все-таки проще запомнить, а потом рассматривать эту картину. Но можете воспользоваться этой схемой. Здесь стрелочками показывают. Итак, смотрите, зрачки симпатическая расширяет, парасимпатика сужает. Вспомните поговорку, у страха глаза велики. В момент опасности действительно зрачки расширяются, глаза становятся огромными. И многие животные имитируют огромные глаза, чтобы напугать. Есть такие рисунки на хвостовых перьях павлина, огромные очки можно увидеть на куполе очковой кобры. Опять-таки это имитация огромной головы и огромный глаз, чтобы напугать врага. Стрелочка вверх показывает усиление, стрелочка вниз понижение, ну а сужение, расширение вы увидели тоже, что происходит. Обращаю ваше внимание на работу почек, а именно на обратное всасывание. Симпатическая нервная система усиливает обратное всасывание, поэтому диурез уменьшается. Мочи образования уменьшаются, потому что надо вспомнить, что образование мочи идет в два этапа. Первая фильтрация, когда образуется первичная моча, ее за сутки около 170 литров образуется. А вот второй этап это реадсорбция или обратное всасывание. Большая часть воды всасывается. симпатическая нервная система усиливает обратное всасывание, соответственно мочевыделение будет снижаться. И наоборот, когда опасность миновала, то тогда обратное всасывание уменьшается и диурез увеличивается. На это обращаю ваше внимание. Так. Ну и коли мы говорили о рефлекторной деятельности, то, конечно, целесообразно вспомнить, что рефлексы бывают безусловные и условные. Кстати, я уже об этом тоже говорила сегодня. Характеристика рефлексов такова, что безусловные рефлексы являются врожденными. Они характерны для целого вида. То есть у всех людей есть кашель, чихание, моргание, глотание и так далее. Нас этому никто не учил. Мы с этим родились. И эти рефлексы являются постоянными. Осуществляются такие рефлексы врожденные при участии спинного мозга, при участии ствола и подкорковых ядер головного мозга. И работа происходит передача информации через рефлекторные долги. Все безусловные рефлексы являются основой для образования условных рефлексов. То есть любой условный рефлекс будет формироваться на базе безусловного. И безусловные рефлексы обеспечивают жизнедеятельность и оборонительные реакции. То есть это постоянные условия и вот в этих постоянных условиях нам помогают жить именно безусловные рефлексы. Условные рефлексы не определяют культуру поведения каждого человека. Поэтому они приобретаются в течение жизни. Они являются индивидуальными. Они непостоянные, ну относительно непостоянные. То есть они могут угасать. И осуществляются эти рефлексы при участии, обязательном участии коры головного мозга. Причем через так называемые временные функциональные связи. Ну если мы говорим о том, что безусловные рефлексы являются основой для формирования условных, то тогда про условные можно сказать, что они образуются на базе безусловных. И они приспосабливают организм к меняющимся условиям внешней среды. Можно посмотреть на формирование вот этой рефлекторной дуги безусловного условного рефлекса на примере тех опытов и экспериментов, которые проводил Павел. Итак, на схеме представлен безусловный слюноотделительный рефлекс. Сейчас стрелка я на слайде буду показывать. Итак, первично, когда пища попадает на язык, то раздражаются рецепторы вкусовые и рецепторы передают информацию про долговатый мозг в центр слюноотделения. Продолговатый мозг, обработав информацию, направляет ее к слюной железе, которая, как рабочий, как исполнительный орган, будет вырабатывать слюну. Но, замечу, одновременно из продолговатого мозга в кору больших полушарий поступает информация и в коре возникает очаг пищевой возбудимости. Это безусловный рефлекс. Но, если вырабатывать условный у той же собаки, скажем, на включенную лампочку, что для этого делают? Сначала предъявляется условный сигнал. В данном случае это будет лампочка. Условный сигнал. Затем для выработки условного рефлекса необходимо безусловное подкрепление. Собаке надо дать какую-то вкусность, любимое лакомство. Если вы хотите собаку свою, обучить какому-нибудь трюку. Итак, сначала мы предъявляем условный сигнал. Что происходит? Собака видит свет и информация отправляется в зрительную зону коры больших полушарий. Там образуется, возникает очаг зрительного возбуждения. Одновременно мы даем собаке лакомство. Здесь путь уже тот, который мы только что рассматривали. Информация от рецепторов языка ротовой полости поступает продолговатый мозг в центр слюноотделения, из продолговатого мозга к слюной железе и одновременно в кору больших полушарий, где формируется очаг пищевого возбуждения. Если это повторять много раз, но для выработки условного рефлекса у собаки нужно не менее двухсот повторений, то в какой-то момент вы добьетесь того, что включив лампочку у собаки уже потечет слюна. Как это происходит? А при многократном повторении между очагами пищевого и зрительного возбуждения формируется временная функциональная связь. и вот как только собака увидела свет лампочки из очага зрительного возбуждения через эту временную функциональную связь включится пищевое возбуждение и эта цепочка замкнется. Но если вы будете обманывать своего питомца и включать лампочку без безусловного подкрепления, лакомства, этот рефлекс может затухнуть, потому что порвется вот эта временная функциональная связь. Вот что касается условного безусловного рефлекса. Есть ли какие-то вопросы к вам? Спасибо. Ну а мы тогда с вами перейдем ко второй части нашей встречи. Это как раз таки вспомним и на что нужно обращать внимание при повторении этой темы эндокринная система или железо внутренней секреции. Здесь на слайде вы сейчас видите классификацию желез, внешняя секреция, внутренняя секреция и смешанная. подкорки подкорки находятся еще ядра головного ядра которые замыкают дуги безусловных рефлексов. С этим и связано вот формирование условного и безусловного. Давайте в конце тогда более детально может быть вопрос зададут. В рефлексах да, да, да. Подкорковые ядра есть и в них замыкаются дуги безусловных рефлексов. Поэтому мы говорили о корее подкорки. Итак, железо внешней секреции те, которые имеют протоки они вырабатывают секреты и эти секреты выделяются либо на поверхность органа либо в его полость или на кожу. Железо внутренней секреции протоков не имеют никаких выводных биологически активные вещества или секреты выделяются непосредственно в кровь или лимфу. И железо смешанной секреции сочетают в себе внешние внутрисекреторные функции. Железами внешней секреции являются слюны их три пары, печень, как самая крупная железа человеческого организма, желудочные, кишечные, молочные, потовые, сальные. Железы внутренней секреции, те, которые продуцируют свои секреты гормоны непосредственно в кровь и лимфу, гипофис, эпифис, щитовидная железа, тимус и надпочечники. И железами смешанной секреции являются половые железы и поджелудочные. Половые железы выполняют две функции и внешнесекреторная заключается в выработке половых клеток, а внутрисекреторная выработка половых гормонов. Поджелудочная железа, внешнесекреторная функция, это выработка пищеварительных ферментов, которые попадают в полость двенадцатиперстной кишки по протоку и выработка гормонов инсулина и глюкогона, непосредственно которые попадают в кровь и регулируют уровень глюкозы. Гормоны это органические вещества, причем они могут быть как белковой природой, так и небелковой, могут быть производными жирных кислот, стероидами могут быть. Они являются биологически активными, причем они обладают очень высокой физиологической активностью, они обладают специфичностью действия, то есть они могут регулировать только определенный обменный процесс, либо они могут действовать только на определенные ткани. В качестве примера, инсулин снижает уровень глюкозы в крови, глюкогон повышает. Два разных гормона действуют на процесс по-разному. обладают гормоны всегда местным действием или дистантным, то есть общим действием. Ну скажем, гормон роста он влияет на весь организм, а не на то, чтобы росли там только пальцы или я не знаю, какие-то части тела. Гормоны действуют в течение длительного времени, но достаточно медленно, хотя и длительно. каждый орган может реагировать только на определенный гормон. И этот гормон, вернее, этот орган будет называться органом мишени. Клетки органов могут воспринимать гормоны и восприятие это происходит с помощью гликокаликса. Я напомню, что гликокаликс это такие полисахаридные образования, находящиеся на поверхности мембраны. То есть они представлены углеводами. Есть вопрос. Вилочковая железа летимус, да, это эндокринная железа, сейчас мы о ней поговорим. Эндокринный аппарат представлен двумя частями. Центральное звено это гипоталамус, гипофиз, эпифиз. Все это находится в головном мозге. это структурные компоненты промежуточного мозга. И периферическое звено, которое это различные органы. Это могут быть скопления клеток, встроенные в какие-то стенки органов. Либо это вообще даже одиночные клетки, периферическое звено. Эндокринный аппарат человека. Вот сейчас здесь на схеме как раз таки вы видите гипоталамус, эпифиз, гипофиз, щитовидную, паращитовидные железы, вилочковую летимус, надпочечники, поджелудочную и половые яичники и яички. Вот такая схема. что касается центрального звена, то я сказала, что центральное звено представлено гипоталамусом и гипофизом. Гипофиз это придаток мозга, гипоталамус это часть промежуточного мозга. Так вот, гипоталамус является высшим центром регуляции эндокринных функций. гипофиз называют железой внутренней секреции, железой дирижером. То есть это железа, которая регулирует работу всех других желез внутренних секретов. Как же происходит взаимодействие гипоталамуса, который может оказывать свое воздействие на эндокринные железы двумя способами. Ну, напрямую по нисходящим путям, по нервным путям, либо через гипофиз, гипоталамус вырабатывает нейрогормоны, и эти нейрогормоны тоже работают в двух направлениях. Они либо активируют, либо наоборот тормозят, работают, то есть являются ингибитором. как происходит взаимодействие между гипоталамусом, гипофизом и другими железами внутренней секреции. Ну, вот, если вы сейчас посмотрите на схему, то здесь мы можем проследить, как щитовидная железа связана с гипофизом и гипоталамусом. мы сейчас попробуем это посмотреть, с вами вот анимированный фрагмент, который я прокомментирую. Итак, что получается? Информация может приходить в гипоталамус только с помощью крови, да, кровеносные сосуды сюда, в промежуточный мозг, приносят кровь, в которой могут находиться какие-либо биологически активные вещества и гипоталамус оценивает. Их достаточно? Может быть, их не хватает? Либо их избыток? Обработав эту информацию, гипоталамус работает, взаимодействует с гипофизом двумя путями. Либо по нисходящим путям будут нейрозормоны еще участвовать, либо нервные клетки передадут импульсы, либо нейрогормоны, которые будут усиливать или наоборот тормозить работу гипофиза. После того, как сигнал попадает в переднюю и заднюю долю гипофиза, происходит либо через эти клетки, либо через нервные пути, видите, через нервные импульсы, идет оценка деятельности, и тогда гипофиз может вырабатывать так называемые тропные гормоны, которые регулируют работу всех желез внутренней секреции. Тиреотропный, гонадотропный и так далее. Кроме этого, гипофиз еще вырабатывает свои собственные гормоны. Но вы, когда будете скачивать нашу презентацию, то вы скачаете и этот анимированный фрагмент, это я сейчас вам комментирую, а он вообще там озвучен. То есть можно будет послушать и посмотреть. Итак, гипофиз, который имеет переднюю, заднюю и небольшую промежуточную среднюю долю, вырабатывает различные гормоны, как я сказала, тропные, которые могут регулировать работу других желез, тиреотропные щитовидные железа, адренокортикотропные надпочечники, гонадотропные половые железы. Ну, и есть собственные гормоны. Гормон роста, хоть он и соматотропный, но, тем не менее, это собственный гормон, который регулирует рост, обмен веществ всех клеток. Меланотропин, окситоцин, вазопресин и так далее. Вот гормоны, которые вырабатывает гипофиз. Но работа желез, она оценивается следующим образом. Либо железа работает нормально, и тогда все процессы регулируются, но возможны состояния гипо- и гиперфункции некоторых желез. Причем, вот что касается гормона роста, здесь возможна гипо- и гиперфункция, как в детском возрасте, так и у взрослых. Результаты, правда, будут разные. Итак, у детей, если наблюдается гипофункция гормона роста, то развивается карликовость. Если гиперфункция, то есть больше вырабатывается гормона, развивается состояние, которое называется гигантизм. И то и другое состояние, да, маленький рост, либо высокий, но все пропорционально, то есть сохраняются пропорции тела. Если же гормона роста вырабатывается много у взрослого человека, то наступает такое состояние, как акромегалия. То есть это увеличение, непропорциональное увеличение некоторых частей тела. Нос может увеличиваться, губы, пальцы, щеки, кисти, увеличиваться в размерах язык, могут увеличиваться просто стопы. За счет того, что разрастаются хрящи, кости, мягкие ткани. Иногда вес сердца у больных может достигать полутора килограмм, при том, что в норме сердца у человека должно быть порядка четырехсот пятидесяти грамм по весу. Так. Если нарушается работа задней доли гипофиза, вот пример приведу с вазопресином, это антидиуретические гормоны. При недостатке этого гормона развивается несахарный диабет, то есть нарушается обратное всасывание, образуется огромное количество мочи, и такие больные вырабатывают за сутки до 30 литров мочи. Если же этого гормона много, то тогда обратное всасывание усиливается и мочи при норме, что ее должно полтора литра выделяться в сутки, у таких больных вырабатывается всего 250 миллилитров. Вот как этот гормон действует на диурез. С одной стороны он его усиливает, то есть снижает обратное всасывание. С другой стороны он уменьшает диурез, усиливая обратное всасывание. Это второй этап образования мочи. Эпифис, шишковидное тело, который расположен в промежуточном мозге по размеру еще меньше, чем гипофиз. Эпифис вырабатывает два интересных гормона мелатонин и серотонин. Эти гормоны тормозят половое созревание, они регулируют суточную сезонную активность организма, обеспечивают экономную, эффективную, рациональную жизнедеятельность, без лишних движений, без лишних затрат и так далее. Если будет избыток этих гормонов, то будет недоразвитие половых желез и вторичность половых признаков, потому что эти гормоны тормозят половое созревание, а если их избыток, то это торможение происходит еще сильнее. При недостатке наоборот будет преждевременное половое созревание. Щитовидная железа, которая расположена на щитовидном хряще гортани на передней поверхности шеи, масса достигает 30-60 грамм, состоит из фолликулов, это такие структурные функциональные компоненты щитовидной железы. Вот каждый фолликул представлен железистым эпителием и заполнил каждый фолликул таким особым коллоидным веществом. Гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, это тироксин, триод, тиранин, содержащий йод, и кальцитонин. Тироксин регулирует обмен веществ, физическое и психическое развитие, функционирование нервной системы, сердечно-сосудистой системы, формирование скелета. И при гиперфункции и гипофункции этого гормона возникают различные состояния. Сейчас мы с ними познакомимся. Кальцитонин снижает уровень кальция в крови и является антагонистом. Я хочу сказать, что антагонисты это гормоны противоположного действия. Как есть слова антонимы в русском языке. Так вот у нас есть мышцы антагонисты противоположного действия. Изгибатель и сгибатель. Так есть понятие гормоны антагонисты. Так вот кальцитонин уровень кальция снижает, а гормоны паращитовидных или околощитовидных желез наоборот увеличивают. Какие состояния могут возникнуть у человека при нарушении работы щитовидных желез? Базетовая болезнь возникает у людей при гиперфункции. Люди, которые страдают базетовой болезнью, ну вот лучше вспомнить, чтобы представить, как ведет себя человек с базетовой болезнью, лучше вспомнить сказку, где разгневанная мачеха превращается на глазах упадчерицы в ведьму, нос ее становится таким острым, глаза вылазят из орбит, лицо и шеи вздуваются кровеносные сосуды, и мачеха начинала трястись. Это люди, у которых повышен уровень обмена веществ, они много едят, при этом очень много быстро худеют, у них перепады настроения, они могут смеяться, смех может заканчиваться слезами, у них как правило наблюдается дрожание рук, учащенный пульс, бессонница, они быстро устают, ну вот энергии просто сгорают, повышенная возбудимость, и характерный признак для бозидовой болезни это пучеглазь. Люди, взрослые, у которых гипофункция щитовидной железы, они страдают мексидемой, то есть все симптомы прямо противоположны. Отечное лицо, одутловатое, повышенная чувствительность к холоду, слабость, люди сонливы, кожа сухая, волосы ломкие, кожа начинает шелушиться, выпадение волос наблюдается, замедление роста волос, локтей, пониженная температура, и при том, что человек очень мало ест, он набирает вес, то есть вот ожирение. Если в детском возрасте не хватает гормонов щитовидной железы, то развивается кретинизм, который характеризуется нарушением физического и психического развития, нарушение пропорций тела, карликовость, то есть рост приостанавливается и отставание в психическом развитии. При правильно назначенном лечении, вовремя назначенном лечении, возможно приведение всех этих процессов в норму. Но некоторые области географические характеризуются тем, что в почве не хватает йода, соединения йода, в пище не хватает соединения йода, и тогда щитовидная железа разрастается, чтобы компенсировать это. Развивается эндемический зон. Ну вот наша Ростовская область, например, является таким регионом географическим, где рекомендуется использовать для подсаливания приготовленной пищи, сейчас огромное количество салатов пойдет, можно использовать специально подготовленную морскую соль, либо специально иодированную соль продается в магазинах. Единственное, что этой солью нельзя солить ни рыбу, ни впрок, ни капусту, ни вот сейчас начнется сезон огурцов, начнут делать малосольные, то есть иодированную соль для этого использовать нельзя. А подсаливать салат, который вы едите, суп, первые, вторые блюда, пожалуйста. Можно употреблять пищу морепродукты, ну например та же морская капуста будет компенсировать нехватку йода. Очень полезно есть много яблок, которые содержат железо, но самое важное съедать вместе с зернышками. Вот это тоже будет способствовать профилактике, так скажем. Ну вообще йода в сутки человеку требуется где-то 60 миллиграммов в сутки, но имейте ввиду, что это не тот йод, который продается в аптеке в виде спиртового раствора. Этим йодом мы не восполним нехватку в пище соединений. Функция гипоталамуса. Гипоталамус это высший центр регуляции эндокринной системы. Он регулирует работу гипофиза, который в свою очередь регулирует работу деятельность всех желез внутренней секреции. Кроме того, в гипоталамусе находятся еще и центры жажды насыщения центры удовольствия и так далее. Я думаю, что я ответила на этот вопрос. Надпочечники это железо внутренней секреции, парные органы, которые располагаются в виде таких треугольных шапочек у верхнего полюса почек. Также представлены как и почки курковым и мозговым слоем. Масса этих небольших желез около 12 грамм, но вырабатывают эти маленькие железки около 28 гормонов. Корковый слой вырабатывает свои гормоны, они обказывают определенные функции, мозговые свои. Корковый слой вырабатывает минералы и глюкокортикоиды, а также половые гормоны, как у мужчин, так и у женщин. Все эти гормоны регулируют все виды обмена веществ, обмена натрия, галия, также препятствуют развитию различных воспалительных процессов и отвечают за развитие вторичных половых признаков. Мозговой слой продуцирует адреналин и норадреналин. Адреналин это гормон стресса, он работает точно так же по той же схеме, что и симпатическая ненная система. То есть все будет на С. Повышается тонус мелких сосудов, сужаются сосуды, повышается давление, снижается перистальтика кишечника, усиливается сила и частота сердечных сокращений и так далее. То есть по тому же принципу работают как и симпатическая ненная система. Что касается кортикоидов, то может быть и гипо и гиперфункция на почечниках. При гиперфункции наблюдают заранее половое созревание и нарушение развития вторичных признаков половых, а при гиперфункции развивается Одессонова болезнь или бронзовая болезнь, которая была открыта в 1855 году английским врачом Одессоном. В рассказе Тургенева можно рассказ называется «Живые мощи». Можно прочитать, как Тургенев описывал бронзовую болезнь. Я позволю себе вам зачитать цитату. «Я приблизился и столбенел от удивления. Передо мной лежало живое человеческое существо. Но что это было такое? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая. Не дать не взять совершенно... Не дать не взять иконы старинного письма. Губ почти не видать, только зубы белеют и глаза. Из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди жёрстых волос. При бронзовой болезни нарушается обмен солей между кровью и тканью человека. У человека развивается сильнейшая слабость, он теряет вес, кожные покровы и даже слизистые оболочки приобретают характерный бронзовый оттенок. Иногда случается гиперфункция мозгового слоя и вырабатывается больше адреналина и норадреналина, чем необходимо. Люди с этими состояниями страдают очищёнными сердцебиением, повышенным давлением, особенно если происходит испуг, гнев, страх и так далее. А вот гиперфункции по адреналину и норадреналину практически не наблюдаются, потому что количество этих гормонов также регулируется ещё и нервной системой. Околощитовидные или парощитовидные железы они вырабатывают гормон, который называется паратерин или паратгормон. Он является гормоном противоположного действия антагониста кальцитонину, который продуцирует щитовидная железа. Происходит повышение содержания кальция в крови, активируется рассасывание костной ткани, этот гормон регулирует обмен фосфора и кальция. Фосфор выводится почками, а кальций наоборот откладывается в тканях. Если избыток этого гормона, то можно увидеть характеристики или симптомы это разрушение костной ткани из-за того, что кальций из неё вымывается и откладывается, выходит в кровь и выводится из организма. Если удалить парасчетовидные железы, то можно наблюдать титани или судороги, снижение веса и разрушение зубов, то есть нарушается обмен кальция. Вот мы дошли с вами до вилочковой железы, до тимуса. Кто-то спрашивал, что же это такое. Тимус, вилочковая или зубная железа, вырабатывает два типа гормонов. Это тимозин и тимопоэтин. Не обеспечивают дифференцировку Т-лимфоцитов. Т-лимфоциты в наш прошлый вебинар был посвящен крови-кровообращению. Мы там говорили о разновидности лимфоцитов, в частности Т-лимфоциты есть киллеры, хелперы и супрессоры. Гормоны как раз таки будут стимулировать дифференцировку продукции, образование этих лимфоцитов. А они в свою очередь обеспечивают иммунные реакции. Поэтому говорят, что тимус является центральным органом иммуногенеза и отвечает за формирование иммунитета. Я думаю, что я ответила на вопрос нашего слушателя по поводу тимуса. Поджелудочная железа, железа смешанной секреции и здесь нам будет интересна не ее часть, которая отвечает за пищеварение. Мы с вами рассматривали в этом году учебном был у нас вебинар посвященный физиологии пищеварения. Нужно сказать, что небольшая группа клеток вырабатывает гормоны. Бета-клетки вырабатывают инсулин и он снижает в крови уровень глюкозы, то есть понижает глюкоза из ткани и из крови переходит превращается в гликоген и откладывается либо в мышечной ткани, либо в клетках печени. Глюкогон гормон антагонист, он вырабатывается альфа-клетками и он наоборот повышает содержание глюкозы в крови, переводит глюкоген до состояния глюкозы, расщепляет. Ну, понимаете, что когда нам нужно бежать в 100-метровку, сдавать нормы ГТО, бегать, может быть, кто-то за транспортом утром бежит, мы же не употребляем в этот момент сахар, а откуда-то организм берет глюкозу для производства энергии. Вот в этот момент глюкогон как раз-таки усиленно расщепляет гликоген в клетках печени и мышцах, превращает в глюкозу и потом глюкоза является универсальным и самым эффективным источником энергии. Так, и половые железы, которые вырабатывают мужские и женские гормоны, ну просто у мужчин будут преобладать мужские гормоны, у женщин наоборот женские. И у женщин есть еще временная железа внутренней секреции, это желтое тело, которое продуцирует прогестерон. Половые гормоны обеспечивают репродуктивные возможности человека, ну то есть реализуют детородную функцию, оплодотворение, развитие зародышей, женщин развитие зародыша плода, роты, последствия еще и те, и другие гормоны у мужчин и у женщин еще отвечают за развитие вторичных половых признаков. Так, что вторичные половые признаки, их формирование зависит и от гормонов гипофиза, и от гормонов надпочечников, и от гормонов самих половых желез. Я так думаю, что у меня в этой части все, и сейчас мы подведем такой итог, мы говорили сегодня о двух способах регуляции функций, гуморальном и нервном. Тоже был такой вопрос, может быть, в прошлом году, может быть, позапрошлом, не могу точно сказать. В чем отличие нервной и гуморальной регуляции? Ну вот, не все выпускники смогли на этот вопрос ответить достойно и получить максимальное количество баллов. Ну, в основном набирали один, редко кто-то на два балла отвечал. Вот здесь самый, наверное, полный ответ для сравнения. Итак, гуморальный механизм осуществляется через гормоны, биологически активные вещества, которые вырабатываются железами внутренними смешанной секреции в кровь и резинку. Этот метод, этот способ регуляции довольно древний, он появился раньше. Скорость воздействия будет низкая, гормоны действуют на весь организм, на организм в целом. Он действует, время воздействия длительное, то есть продолжительное. Естественно, система, которая отвечает за этот механизм, эндокринная. Позже, эволюционно появляется нервная регуляция, механизм нервной регуляции. Осуществляется она с помощью импульсов, которые передаются по нервам. Скорость передачи огромная, высокая. Воздействие возможно не просто на отдельные органы, а даже на конкретные клетки. Время воздействия очень короткое, настолько целенаправленное воздействие идет. Система, которая обеспечивает этот механизм регуляции, это, конечно же, нервная система. Вот это мы с вами повторили. Ну, а теперь я хотела бы обратить ваше внимание на регуляцию работы некоторых органов. Возможно, что вам это пригодится на экзамен, либо вы просто начнете еще и осознанно понимать, как использовать вот то, что мы сегодня с вами так систематизировали, повторили в практической части, то есть, когда нужно формулировать ответ на вопрос. Итак, работа с сердцем, конечно же, она может усиливаться и понижаться. Усиливает работу, мы сказали, симпатическая нервная система, парасимпатика ее успокаивает, снижает работу. Но кроме нервной регуляции осуществляется еще и гуморальная. Я напомню, что гуморальная осуществляется с помощью химических веществ, которые транспортируются и не попадают в кровь или лимфу. Так вот, адреналин и тероксин, адреналин гормон надпочечников, тероксин гормон щитовидной железы усиливают работу всех. Ионны кальция, которые находятся в крови, они тоже будут усиливать работу в сердце. Ацетилхолин, брадикени, вещества, которые снижают работу сердечно-сосудистой системы и повышенное содержание лавкаля тоже будет снижать работу. И так получается, что есть два способа регуляции любого органа любой системы, нервная и гуморальная. И та, и другая регуляция осуществляется либо по схеме усиления, увеличения либо по схеме торможения работы. Вот, пожалуйста, регуляция дыхания. Нервная регуляция осуществляется дыхательным центром, который располагается в продолговатом мозге. И там есть центр вдоха и выдоха. И получается, что центр вдоха тормозит центр выдоха, а центр выдоха стимулирует центр вдоха. кора больших полушарий мы с вами можем задерживать дыхание. Нам, когда говорят не дышать, мы можем его задерживать. Поэтому здесь еще в регуляции дыхания может участвовать и кора больших полушарий. Но есть и гуморальная регуляция дыхания за счет изменения парциального давления углекислого газа в крови. То есть при увеличении концентрации углекислоты дыхание становится частым и глубоким. Как только концентрация углекислого газа снижается в крови, то происходит понижение возбудимости дыхательного центра, дыхание становится более поверхностным и частота снижается. Регуляция выделения тоже осуществляется двумя способами нервной системы и куморальной. Мы с вами говорили сегодня симпатической парасимпатической. Так вот симпатическая уменьшает диурез, потому что она усиливает обратное всасывание. А парасимпатика наоборот увеличивает диурез, потому что она снижает обратное всасывание. В крестцовом отделе спинного мозга есть центр термучие спускания. Но его работа, которая подчиняется воздействию коры больших полушарий, формируется у ребенка где-то к 3 годам. Раньше можно, конечно, пытаться приучить ребенка проситься на горшок, но тем не менее центр этот еще не сформирован, он незрелый, поэтому нужно набраться терпеть. И регуляция работы почек в отделительной системе осуществляется с помощью гуморальных механизмов. Это гормоны надпочечников альбестерон и тироксин гормон щитовидной железы усиливают мучаю отделение, то есть работают по принципу парасимпатической неноси. Вазопрессин гормон гипофиза его еще называют антидиуретическим повышают мочеобразование усиливают реадсорбцию уменьшают мочеобразование усиливают реадсорбцию то есть они будут работать по принципу симпатической неносистемы но может быть я не очень удачно здесь таблицы разместила хотя так крест-накрест для разнообразия чтобы все-таки гуморальная регуляция и гормональная регуляция в том числе ваших гуморальных и гормональных значит вообще есть понятие регуляция нервная и гуморальная но если вы напишите гормональная регуляция я думаю что ничего такого смертельного не будет хотя это все-таки такой биологический недочет гуморальная регуляция это не только гормональная регуляция вы же видели я вам приводила примеры что ионы калия кальция могут оказывать воздействие регулирующими оказываются но это же не гормоны количество или концентрация углекислого газа в крови опять-таки углекислый газ это же не гормон но тем не менее концентрация его может усиливать дыхание либо наоборот ослаблять поэтому если говорить о правильности о грамотности то конечно гуморальная регуляция нет это не синоним это как бы небольшая такая часть ну это скажем так ответ был бы не полный вот и все а если бы это касалось регуляции работы дыхательной системы то там мы не говорили ни про какие гормоны там основным регулятором гуморальным является концентрация углекислого газа тогда получается что вы бы ответили на вопрос неверно поэтому давайте пользоваться все-таки терминология терминология которая общепринятая ну я как обычно вам предлагала вопросы по теме нашего разговора но сегодня мы так с вами продуктивно работаем еще хочется вам всякие новости рассказать и подарки подарить вот поэтому сейчас вы видите те пособия с помощью которых можно закрепить повторить эту тему конечно основные варианты заданий есть в книге раздел человека его здоровье там вы найдете варианты и по нервной системе и именно по эндокринной там где есть рассматриваются вопросы нейрокоморальной регуляции тому этого покажется мало но возьмите тематический тренинг для подготовки кугле там есть раздел такой по человеку потому что в угле больше всего вопросов по разделу человек его здоровье также есть тематическом тренинге представлены другие вопросы и задания по этой теме для подготовки к егэ ну а теперь хотелось бы обратить ваше внимание экзамен уже скоро что нужно знать конечно в работе существуют задания на определение последовательности особенно вот мы сейчас говорим о разделе человек его здоровье из этого раздела какие последовательности вы должны знать что вам может попасть вот сейчас вы видите на слайде я не буду это все зачитывать потому что если вы захотите вы презентацию скачаете и посмотрите на что вам обратить внимание каким учебником вам обратиться каким пособием это уже будет дело ваша любовь школьный учебник берите смотрите хотите материалы наших вебинаров либо просто учебник можно будет найти эту информацию дальше задание с рисунком которое существует это линия заданий 23 на что обратить внимание какие могут попасться картинки схемы рисунки и так далее но здесь собрано то что было за многие годы и то что повторяется как бы ну вот повторите это потому что вот филогенетии лошади давно не было а скелет кита был совсем недавно не было нуклеотидов РНК ДНК и так далее каких-то рисунков органов животных растений и человека повторите возможно что вам это поможет на экзамен что еще нужно знать вот вы знаете из года в год в том в той или иной формулировке в той или иной редакции задаются вопросы на сравнение биогиоцинозов и агроцинозов вот здесь я сделала вам табличку для того чтобы вы могли вот наверное самое полное сравнение дело в том что вопрос обычно ставится не так чем отличается биогиоциноз от агроциноз а он такое конкретное содержание ну например чем картофельное поле будет отличаться от смешанного листа и здесь нужно указывать по конкретным системам экосистемам ну вот эта табличка я надеюсь вам поможет чтобы вы не забыли какие пункты нужно включить в вариант своего ответа и описать и еще если вопрос в задании есть задание на сравнение например чем картофельное поле отличается от смешанного леса значит нужно отвечать на вопрос в том контексте как спрашивать нужно говорить что в картофельном поле что в этой экосистеме и как добавку а как это происходит в смешанном лесу то есть посмотрите пожалуйста какой объект с каким объектом сравнивается вот об этом и нужно будет писать в ответе иначе эксперт может не засчитать так что такое у нас получается дублеж слайдов да а мы сможем да убрать почему-то продублировался слайд не знаю еще хочу обратить ваше внимание не знаю в демоверсии 2018 года появилась вот такая новая форма задания когда предлагается скелет отпечаток скелета реконструкция какого-то живого существа которое обитало на нашей планете много миллионов лет назад дается фрагмент геохронологической таблицы нужно будет определить по таблице в какой эре и в каком периоде обитало данное животное ну и потом ответить на вопросы касаемо уже внешнего вида первое на что хочу обратить внимание что когда вопрос к рисунку если у вас просят указать признаки как в данном случае назовите классы которым можно было бы отнести данное животное ну это птицы прислыкающиеся потом черты внешнего строения которые позволяют отнести это животное к этим классам так вот смотрите что если дается только внешнее строение то вы перечисляете признаки внешнего строения а не внутреннего в данном случае например не видно дыхательных систем кровеносных систем да виден скелет да видны перья на этом отпечатке но ведь внутренних органов не видно поэтому механизм двойного дыхания четырехкамерное сердце два круга кровообращения теплокровность мы назвать не можем потому что по рисунку мы это просто определить не можем ну это как подсказка чтобы вы не делали ошибок если кого-то интересует вот эта информация то информацию об ископаемых животных и растениях очень хорошо можно найти она представлена сейчас я покажу в учебниках Александра Валентиновича Черемова и Рината Арминаков Петрусовой эти учебники можно в формате PDF скачать не обязательно их покупать себе сейчас а в интернете они в доступе вы можете скачать вы можете в онлайн режиме посмотреть страницы где описаны вот эти вот древние ископаемые животные ну и еще один момент тот который касается заданий связанных с генетикой молекулярной биологии опять-таки в демоверсии в качестве практикоориентированного ориентированного задания это задание номер 22 первое во второй части предлагается построить хромосомную карту то есть нужно будет нарисовать хромосому и обозначить на ней гены фрагмент хромосомы вам придется перерисовывать в бланк а на нем можно отмечать расположение генов сделав там примитивные расчеты и объяснения также задача которая по молекулярной биологии это 27 задание если вдруг задача предполагает работу с таблицей генетического кода из которой вы должны например написать пример кодона который кодирует какую-либо аминокислоту то я обращаю ваше внимание что в заданиях сейчас просят перечислить все кодоны не только какой-то один а все кодоны а некоторые аминокислоты кодируются двумя кодонами четырьмя или даже шестью то есть вот на это надо обратить внимание ну и последнее задача по генетике особенно на сцепленное наследование по закону Томаса Моргана раньше давалось с указанием количества фенотипов ну мы судили о том что тех которых больше с фенотипами родительских форм или больше тех у которых перекомбинированные признаки мы могли определять какие гены сцеплены доминантные либо рецессивные либо доминантные с рецессивным но тогда всегда давались цифры и фенотипы сейчас не предполагается указание фенотипов у потомков а может быть в задаче только количественное соотношение ну например вот так что появились потомки в соотношении три к трём к одному к одному с какими фенотипами каких больше каких меньше вам придется узнавать самим решая эту задачу но иногда такие задачи коллеги меня поймут могут иметь два варианта решения особенно если сцепленное исследование а сцепление может быть как в двух доминантном двух рецессивных так и в разной комбинации один доминантный другой рецессивный поэтому задача может иметь два решения ну вот у меня такие новости я еще раз напоминала что можно скачать эти учебники в pdf формате очень хорошие для повторения те кто на будущий год собирают сдавать экзамены не вам пригодятся ну а теперь непосредственно тот подарок о котором шла речь всем кто был с нами сегодня до 14 мая до 10 утра можете использовать этот промокод для того чтобы получить скидку 15% на наше пособие по биологии у меня все я желаю всем удачи это наша встреча последняя в этом учебном году вот желаю всем удачи на экзамене выпускникам тем кто готовил выпускников тех кто собирает этого ответить спасибо Спасибо. Да, всем удачи, коллегам хорошо отдохнуть, набраться сил, не болейте. Всего доброго.